И... алло... Здравствуйте, Сергеевна Владимировна. А, я, я, я... О, простите, я не знаю. А, я, 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 простите, я сам. Алло, алло. Дмитрий Александрович, хотите повезти за меня? Нет, извините, к сожалению, не надо выходить. Честь, я... это очень неприлично, но... Вот, вы меня как-то пугаете. А как у нас сегодня? Спасибо, прощение, мы собрались. Сегодня у нас с вами какой день? Доклад. О статусе средний. Пяти из пяти шести сложных, не хочется слабого для себя. Дорогие коллеги, здесь необходимы, прежде всего, звучит довольно старая провалировка, и, возможно, вызвать некоторое изменение материалов. Просто в связи с тем, что последние, скажем, полгода я участвовал по просьбе коллег литературоведы, ругательное слово произношу, мне пришлось дать какие-то общие соображения по репертуару, стратическому, как разуминатору Соломога. Мне показалось, что, как это не парадоксально на первый взгляд, эти авторы в чем-то могут сближаться. Прежде всего, в силу их, скажем так, общей стратегии, стратегии, по-разному, этот период, который называется по-разному, я его предпочитаю называть стратегиями Алионша, стих 90-х, 1925-х годов, вот этот период оказался достаточно четко проявил эти три, с моей точки зрения, стратегии. Одна из них, условно говоря, стратегическая, другая стратегия использования традиционных, в основном, четыре стиши, и третья стратегия стратегического поиска, к которой вот эти два этих автора, безусловно, относятся. Причем вот стратегический поиск распространился не только на экзотические большие стратегические формы, а также на строфы такого, скажем, промежуточного объема пяти-шести стиши. В силу большого материала я буду говорить в основном о шести стишах. Пяти-шести стишами тоже достаточно все понятно. Здесь мне представляется очень точная формулировка Олег Ивановича Федотова по поводу того, что это расширенные контренды, которые работают в основном для ожидания конца стратегии. То есть практически все они на дверей, ну это понятно. Олег Ивановича Федотова Олег Ивановича Федотова То есть здесь все очевидно. А вот шести стишами это материал поинтереснее, и он побольше, по которому идет речь. К сожалению, вторая оговорка, которую я должен допустить, это, в принципе, это неприменимость в данном случае пока, по крайней мере, достаточно строгих методов оценки, по всему, у нас с материалом, в частности, этих авторов, довольно слух. То есть, если бы это изменяться, то есть, по крайней мере, есть в нашем распоряжении большой серии генетик поэтов Богомаловского дома стихи из переписки, то Солову стоит еще ухоже, поскольку большая серия очень неподробно рассматривает его стих. Феизм, и, наверное, Чарли, и у Свинтонник стихов, и вообще остался без последнего дома. И самое главное, на самом деле, радостное, за то, что вышел только что, я думаю, все знают первый том, трехтонном полном собрании стихотворения, который сделал шпалку, но пока вышел первый день, это третий, то есть, говорить о точных цифрах достаточно сложно, поэтому в ваших наших современениях мне придется назвать какие-то тем не менее, совершенно очевидно, что в творчестве, по крайней мере, двух-третьих авторов, настоящих по своему статусу в литературе, но достаточно подавляет отбивающихся в остальные части своей жизни, поэтому в том, как раз интерес к промежуточным статическим оборудованием, в пенсии, особенно шестижием, совершенно очевидно, по сравнению с показателями классического реператуара, ну, прежде всего, классическим, старым, но тем не менее, достаточно основательным показателем статического реператуара Вишневского показано в ходе XVIII-XIX веков, доля шестижей у Сологога и Кузьмина оказывается значительно превышенной на два, на два, на один раз цифра совсем приблизительная Это чрезвычайно важно, поскольку, очевидно, что для именно Астрах, которые я говорю, это попытка принципиально разнообразить и расширить круг управляемых статусов. И в этом случае тоже понятно, в связи с тем, что я говорил чуть раньше, из шестижей, это простейший способ расширения реператуара. При этом можно сказать, что еще один очень принципиально важный момент это то, что в большинстве случаев, количество рифм, на которые эти струны строятся, оно, в принципе, опциональных вклады. И в этом смысле, скажем, шестистижей, ну, шестистижей минус, тем не менее, театры стремятся к тому, чтобы, ну, можно сказать, что для сологога таким идеалом, стоящим чуть впереди, оказывается три арифма. То есть шестижей — это две рифмы, да? Попытка сокращения количества рифм, то есть твердой формы, реальность, оказывается некоторым типом ориентиром, который постоянно воречит за этими формами. Тем не менее, тот материал, который мы... Да, и, соответственно, по тому сделку, о котором надо будет говорить, можно говорить о том, что как водок двух стадий, эти авторы построены две стадии освоения пяти, особенно шести сложных. То есть сологог активно будет в стратегический репертуар своей поэзии, и в значительной степени можно, по крайней мере, с определенной долей уверенности предположить, что для своей эпохи это было очень важным новаторством, и от него в значительной степени отталкивался и Кузин, но отталкивался, опять-таки, это в самой общей форме. Если у Кузьмина использование этих форм при всем разнообразии вариаций, было скорее попытки комбинизировать некоторые статические вариации, то у Кузьмина идет по пути полного, скажем так, максимального расширения возможностей. Это является и в рифмовке, и в классовых типах, и так далее. У сологога есть некоторое стремление к, скажем так, твердой форме, и одну из них вот я сейчас буду постараюсь охарактеризовать более подробно. Требуют при этом, если есть, абсолютными цифрами, и патентами. Насколько проблем с материалом вполне сложно. Так вот, среди шестистишей сологога более ровно половину представляют шестистише ААВЦЦП. По мнению процитировавшихся номер Олег Федотова, это своего рода сравниватель с двумя церцентами и максимал церцентами. И вот этого рода шестише ААВЦЦП у сологога встречается 64 раз. Причем еще одиннадцать таких же произведений имеют другую форму по другую форму построения окончательной. Если вот шестьдесят четыре, это женское, женское, мужское, женское, женское, мужское, а, соответственно, одиннадцать на пару русское, мужское, женское и русское, женское. Всего получается семьдесят пять стихотворений. И здесь очень интересно при стремлении к такой достаточно жесткости этой формы интересно, что все они складываются в некоторую, как представляется, аналог твербит. Во-первых, они имеют вполне ограниченный объект. Как правило, эти стихотворения стоящие из двух трех строк. Это 70% материалов. Достаточно большой их не представляется. Причем преобладают трех строк. То есть, это определенная стратическая композиция. Более того, можно говорить, что в реальный случай в десяти таких стихотворений, понятно, что в этом масштабе достаточно много, объединяют как шестистрочные строки так и катральные стихотворения. Причем во всех десяти случаях они перемешаются равномерно. То есть, не делятся на две части катральную шестистишную, а перемежаются в том прямом порядке. Как правило, это три шестистишья и два и три четырех стихотворения. Это я говорю, пока только свободно. Что самое интересное, что тоже работает на идее некоторой квази-цветой формы это метрика. Половина текстов написанной хорей. Причем хорей в основном четырех стоп. Чуть реже трех стоп. Ямбара в этой форме всего 30%. Для русских поэзиков это парадоксально низкая цифра. Далее. Установив вот такую более-менее русскую экономику, это складывается уже в самом начале девяностых рядах. Кристаллизовывается в тогда еще очень традиционном метрики. Хотя он в основном писал ямбами, а вот в этой шестистишке строфе предпочитал безусловно хорей. Среди остальных текстов и на фоне этого как бы такого полуканона можно говорить о некоторых значимых интересных вариантах. первое это разностопность разностопных текстов в этом материале 12% но это тоже достаточно зависит. И в двух случаях мы имеем дело с вольностью. непонятно. Далее. Несмотря на такое безусловное преобладание форм связанных с Харрелем и подчасти Альямом, с другой стороны в этом материале оказываются практически все актуальные для времени типы стихи. то есть здесь есть по крайней мере хотя бы в одном-двух экземплярах все трехсложники есть три дольника и есть один классический лог. Причем если вспомнить форму, которая приведена в господарской антологии про русский стих в качестве образца рамсаврской страфы эта форма так оказывается единичной с корочественными строчками поэтому надо сказать, что это тоже дополнение к общему репертуру. У Кузмина сразу скажем 66 этой формулы значительно меньше. Более того, и она менее однообразна. Только в самом начале в сетях может быть измерения Солорова эта формула остается полностью и в том числе это четыреступник х. В дальнейшем эта модель Кузмина от нее скорее стал. И у него больше и обоев и доля разноступных и разноступных стиха также и от них меньше. И эти характерные черти кузьменских шести строчных строк поэтики в целом то, что они как правило встречаются в большие цикловые образования то есть те строчные строки взаимодействуют циклические образования со строками другой природы с корзальными и с сонетами и т.д. Причем здесь оригинальные точки у него естественно отойти и конечно более раскованный репертуар по метрическому отношению и у него оказывается решает довольно другим на втором месте по частотности также и того же а оказывается тоже на 66 на 3 ритм оказывается 66 по формуле АВ 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 ССС форма встречается в нашем материале шесть раз при этом четыре различных метрических схемы в этой модели флаг управления наобратно мы кстати только однажды подъявляем этой схеме причем несколько двумя вариантов по сути дела это фокулы ААВ СС уникальные в этом материале и наконец и у того автора достаточно чистотной оказывается галерея форма АВ СС У Сулауфа этой формулой использована в 19 20 стих т.м. т.м. то здесь тоже безусловно преобладает хороический метр и достаточно много разностопных метров и еще одна черта общей реальной системы это то что перед нами здесь тоже вся широта икольных материалов и другие преобладают хорои у кузьмина та же самая общая линия уникальность которого практически каждая страфа здесь встречается один раз но можно говорить о том что эти вариации на три страфы на три рифмы с разделением на две части системы они дают еще вариации АВСАЦВ и АВСЦВА то есть зеркальное влияние что тоже отличая интерес ну и наконец нет небольшая доля примерно 10% страф шести составляют композиции составленные на две в основном это то что АВСА вот таких примеров шесть причем они тоже и скажем которые но есть то что это то что это то это то что во многих то то Я могу спросить, сколько у Кузьмина, вы говорите, что у него большое количество уникальных форм, насколько это охватывается тем, чем занималась Марина Расимовна, что это эксперименты по адаптации всяких европейских и средневековых каких-то любитееванных, которые, кстати, у нас была одна лиценская работа. Да-да, я помню этот доклад, вообще-то человек был интересен и лично для меня в том числе, да. Но, в данном случае, я имел в виду другое. Я имел в виду именно шестистиши, мне их не хватает. Ну да, они слишком просты для этой идеи, но, тем не менее, просто очень интересно, что Кузьмин каждый раз выбирает другую форму. И это меняет каталейфтику, меняет систему Рейхморки против Флагуб. Ну, если быть об общей тенденции, то Флагуб стремится к, скажем, гвази-твердой форме, он наполит какую-то формулу, и в ней уже работает. Но Кузьмин каждое створение стоит по-другому. Мне интересно, тут тоже появились дактиллические окончания, в этом случае появляется разностроенность. Разностроенность, понятно, у нас сколько угодно разная. Могут объединяться строки в середине или ритмующиеся, которые ритмуются смертные, которые ритмуются дистантно. Более того, могут, скажем, то же самое с каталейфтикой происходить. При формуле А, В, А, Ц, Ц, очень интересен вариант, когда, скажем, во множественном варианте. Именно у Больбинаха на первые четыре строки всегда на женские ритмующие, а финальные, десятишие, на мужские ритмующие. Но есть и другие варианты. Единственное, что здесь принципиально разные стратегии. В Вологобе сразу есть выстроить что-то жёсткое, что-то, в наших концах, нет, что она из вас в целую большую кинегитариальную предельно журналистку. А Кузьмин постоянно уходит от спередляющихся каких-то средств. Спасибо вам. Спасибо. Я хочу спросить на что. У Кузьмина есть один, ну, самый знаменитый пример интересный. Есть ли что-то подобное Сологуба? Значит, вы говорили А, А, В, Ц, Ц, Б. У Сологуба есть, да? А, В, Ц, Ц, Б, да? Да, конечно. Это самая специальная форма. У него вот эти вот В, они всегда столько же стоп, то есть он не сокращает их? Вы не помните, нет? Нет. У Сологуба, у Сологуба, у Сологуба, у Сологуба нет. А, вот, да! У него очень часто сокращаются народ смежный. А, А или Б. Это очень интересно. Вот это как раз, наверное, отличает то, что вы говорили, вот, общность известная у Кузьмина и Сологуба. А у Кузьмина есть такой пример, вот видите, которого у Сологуба. И это как раз очень интересно, сравнивать исходство и различие. А в этой структуре пишет Холшебников в какой-то своей книжке, я не помню, что она очень выделяется среди прочих, А, В, Ц, Ц, Б, потому что она как бы провоцирует продолжение вот этого ряда АА. И он приводит примеры, когда такие структуры растягиваются до пяти строчек, до шести строчек, а по Ахматовой и до семи, и до восьми бывают. Ну, вот в том материале, о котором я говорю, есть некоторое количество семистишных структур. Это у кого? У Кузьмина, да? Есть у того и у другого. У того и у другого, да? Это некоторые перспективы. Если говорить о перспективах этих стишек, то это или полное затвердение в триолезии в восьми стишном, или продолжение вот этого, скажем, интегрировать такого разнообразного ряда в виде семи восьми стих. Как правило, тоже на три и даже на две линии. Но это на протяжении всего стихотворения в семь продолжают? Да, да. Ага, потому что как раз вот это Коми Бьюцер-Крапевский студию, Кузьминский, оно задает вот это вот варьирование. Вот этого, наверное, у Сулакова нет. Потому что он задает ряд. Вот такое длинное стихотворение Кузьмина, оно уже и спровоцировало Ахматову этот повествовательный такой, ну что ли, ритмический импульс, который, кстати, используете в Единске тоже. Ага, с Кузьминым уже были знакомы. Я вот смотрю на горные вершины, их бесконечные вершины, водой полные кувшины, и горные откосы или еще что-то. Вот Холшерников приводит этот пример. И там он тоже то сокращает, то растягивает. Вот этого, наверное, у Сулакова нет. То есть тут какие-то тенденции к спорной форме и к растяжению. Вот это очень интересно. Так что вот Сулакова, мне еще раз повторяю, довольно встречаемая схема, когда чередуют Катрены и Шестистишья внутри одного цвета. Но это тоже жесткость. Вот это жесткость. Причем именно через один они приходят. Не так, чтобы в одном месте группированы. Вот это жесткость. Я бы сказал таким словом, что Сулакова и, пусть мы с одной стороны, противостоят всей остальной литературе своего времени, по поэзии, своего времени, по интересу к строфике, а, между собой, не в точно степени противостоят друг другу. Спасибо. Еще вопрос? Спасибо.